Привет! Сегодня я хочу сделать небольшой видео обзор по детской Олежде 8.7 с Алиэкспресс. Начну я, пожалуй, с футболок с зеленым боковым сушников. Вот такие вот мои любимые футболки, дети их тоже очень любят. Здесь аппликации выполнены тканевые, то есть если наклейки все равно через несколько стирок начинают терять внешний вид, то эта тканевая аппликация надолго сохранит свой вид и очень радует детей. Они яркие. Кроме того, здесь на изнанке, чтобы не кололись нитки, сделана вот такая вот тканевая подложка. При желании ее можно убрать, но смысла я не вижу, потому что тогда будут кололись нитки. Из этой же серии у меня есть вот такая вот футболочка, она тоже была выполнена с тканевой подложкой. Здесь я ее убрала, чтобы посмотреть, насколько будет комфортно детям. В принципе, они тоже не жалуются, но они уже более взрослыми, возможно, поэтому... Следующие футболочки, какие я брала мальчишкам, это две вот такие вот футболки. Футболка пола и обычный свитшот зверень рукавом. Здесь есть небольшие наклейки, термонаклейки. Как я уже говорила, после первой же стирки лапка немножко отошла, вид приобрел немножко небрежный. Но, тем не менее, дети с удовольствием носят, здесь чистый хлопок, им приятных тел. В этой футболочке тоже я нашла небольшой минус. К сожалению, после первой же стирки воркничок меня подвел. Появились небольшие катышки, но, в принципе, они убираются при помощи машинки, но, тем не менее, не особо приятно. На более позднюю осень я взяла мальчишкам вот такие вот пуловеры с горлышком. Что мне понравилось, у меня мальчишки не любят, когда сидят, да, любят горло, когда тяжело одеть через голову футболочку. Здесь резинка достаточно мягкая, пусть она не сильно прилегает к горлышку, но тем не менее комфортно одевать. Здесь также выполнена аппликация тканевая, митками. Очень стильно, ничего лишнего. В этой футболочке мальчишки выглядят уже более взрослые. Продолжая осеннее тело. Вот такая вот водолазка с голодушком. Здесь тоже голодушка неплохо прилигает, она немножко топущется, но зато облегчает одевание через голову. Вот такой водолазочки. Здесь, что хорошо, имеются заклепочки. Но чем становится старше ребенок, тем меньше можно подобрать таких вещей. Почему тогда более взрослых детей такие водолазочки. Я занимаюсь очень, что очень удобно в них. Тело оно приятное, изнаночка у нее гладенькая. Сверху оно напоминает велюр. Вот, и самое удобное, это, конечно, то, что можно расстегнуть плечикой и спокойно одеть через голову ребенка, которая мне очень понравилась. Это вот такая вот футболка с длинным рукавом, глазами, мудряком и на руках вот такие вот шипы. Когда я заказывала, я думала, что в принципе шипы будут падать, но они выполнены из плотного фетра, держат прекрасную свою форму и на ребенке смотрится достаточно комично. Что еще хочу показать? Вот такой вот костюм. Костюм я брала для дома. В принципе, цена у него невысокая. Я брала в Алина Калыха костюма, разные наклейки. В принципе, единственное, что хорошо, он меняется. Еще не понравилось в этом костюме, это то, что после первой же стирки, как на штанишках, так и на кофточке появились катушки. Причем появились в достаточно большом количестве, что пришлось очень долго их выбирать. Такой костюмчик хорошо для дома. Может быть, даже детская, помимо кофти, я зачастую беру штанишки. В этом году я приобрела вот такие вот, немного сказать, что легенцы, штанишки. Для мальчишек. Они, опять же, не вариант. Первоначально было описание, что они под джинсо, но, в принципе, когда я их получила, не могу сказать, что ткань похожа на джинсо. Ни внешне, ни по составу материала. Тем не менее, штанишки очень хорошие. Они достаточно хорошо тянутся, подойдут на кухоньких деток. Внутри, что мне понравилось, очень тепленький начес. То есть, когда я мальчишкам предлагала их померить, они их ходили и не хотели снимать. Несмотря на то, что им было уже жарко бегать, все равно он легкий, надо лучше бегать. Штанишками я очень довольна. На улицу у них, конечно, не пойдешь они. Но для дома, для садика это просто отличный вариант. Так, ну что, с осенней одеждой, в принципе, практически разобрались. А теперь хочу рассказать про такой вот комбинезон. Этот комбинезон я брала для младшего сына. Он мне очень понравился. Здесь вот такой вот капюшон с ушками. И сзади вот такой вот интересный хвостик. В принципе, на вешалке он не выглядит так, как сидит на ребенке. Ребенок просто получается, как куколка. Мы когда одевали на сына этот комбинезон, все были в восторге. Ребедь носу пыталась хватить за хвостик, поиграть с кошечкой. А что хочу сказать по качеству. Качество мне очень понравилось. Сверху искусственный мех, внутри подкладка, что достаточно редко бывает. Обычно шьется комбинезон, и все, и торчащие нитки, швы, они достаточно удобные для ребенка. Здесь же, благодаря подкладу, одели маечку, колготочки, все. Ребенка ничего не курит, оно тепло и не легко. Капюшончик здесь изнутри тоже обделан мехом искусственный. А вот по температурному режиму, это, конечно, осень. Причем осень, скорее всего, позднее. Один 5 градусов, по-моему, для этого комбинезона хватает. На минусе я даже не пробовала его одевать, но он плотный. Возможно, даже если ребенок еще сидит в коляске, просто укрытия сверху плетиком, и такой комбинезон подойдет на начальник. Курточку вот эту я заказывала весной. Честно говоря, я не знаю, чем она мне понравилась, но, видимо, отзывы цена не накрестила. Я купила такую курточку. А, конечно, она неплохая. Заявлено она была как зимняя куртка, непромокаемая. Но, тем не менее, здесь плащевочка очень тонкая. Я не думаю, что снег выдержит. Он дожди не выдерживает. В принципе, она намокает снег, уж тем более. Но, тем не менее, вот такая вот смешная курточка. Ушки. Внутри искусственный мех. Однако, рукава без утепления. То есть, уже многие мамы подумают, стоит выбрать или нет, потому что задумаешься замерзнуть, замерзнуть в крючке. В принципе, я об этом не знала, когда покупала. Вот, что еще хочу сказать. Капюшон абсолютно негоден. Он очень мелкий, доходит до середины головы, и дальше он не налазит. Уши, лоб, это все открыто без шапки, с таком капюшоне не похожи. Единственное, что, конечно, нравится, очень удобные, удобные кармашки. Ребенок лучших комбинезона. Вот таких вот. Это уже для старшего сына. Один осенний, другой зимний. По очереди о них расскажу. Этот комбинезон заявлен как 6-8 лет. Ростовка. Однако, сын старший у меня достаточно высокий. На 6 лет я беру практически всю одежду. Этот комбинезон, конечно, немножко большеват, но очень удобная система подгиба. Так что, думаю, он еще и поносит его. Что мне понравилось сильно в этом комбинезоне? Здесь все металлические кнопки. Они уже не поломаются, как пластиковые. У нас было такое, что ломаются пластиковые детали. Это не очень приятно. И потом сложно заменить это. Надо идти в ателье. Кроме того, достаточно много кармашков. Мальчишке в этом возрасте уже не надо брать какие-либо маленькие игрушечки. Машинки запихивать по карманам и идти гулять. Вот так и здесь. Достаточно много карманов, чтобы поместились все игрушки. Еще один замечательный момент. Это низ. Здесь вшита дополнительная резинка для фиксации. Обувайте внутрь зимнего сапожка. Сверху одергивайте штанинку. Ничего не видно. И снег уже никуда не подлазит. Так вот. Это у меня осенний вариант. Он утеплен. Утеплен он флисом. Очень мягкий. Приятный к телу. В принципе, ребенку он очень нравится. Немножко широковат. Но зато не стеснял дешевый. Зимний же и полукомбинезон. Я брала его также на смену. Здесь уже практически все детали пластиковые. Но я смотрела, пластик достаточно прочный. В принципе, цена мне понравилась. В принципе, из-за этого я его взяла. Здесь качество немножко хуже. Торчат ниточки кое-где. Кармашков всего два. Он более плотный. Толстый. Это уже именно зимний вариант. Он очень теплый. У грудка утеплена флисом. Извиня. Здесь наполнитель синтепон. По ощущению. Как и в первом комбинезончике, здесь вшита резиночка. Но вы тоже видите, что не особо аккуратно. Здесь торчат ниточки. Заправляйте в сапожки. Сверху одежда, в этих комбинезончиков. И вы на пробежок, в этих комбинезончиков. Промогу, в ноги. Помимо того, что я беру теплую одежду на Алиэкспрессе, в этом году я купила вот такие вот замечательные перчатки. Некоторые их называют краги. Что я хочу сказать вам. Доставка была достаточно быстрая. Причем, что ошиблись сначала с адресом отправки. Мне тут же высадили вторую пару перчаток. И она пришла за две недели ко мне. Качество отменное. Здесь и водонепроницаемый материал. То есть снежки лепить только наугад. Благодаря тому, что здесь прорезиненная основа, ребенок сможет даже лазить по каким-то лесенкам. Уже ручки не соскользнут, что мне очень понравилось. В прошлом году у нас были похожие. В детском мире как раз таки покупала. Но они были обычные, без прорезиненной основы. В принципе, они меня тоже спасали хорошо. Ребенок не замерзал. Мне было комфортно. И удобно было заправлять вот эту длинную часть в комбинезон. Для старшего сына я потом нашла в фамилии похожие перчаточки. Но смотрите, здесь уже площадь прорезиненного материала меньше. Материал уже не является водонепроницаемым. В принципе, как заявлено на сайте, воду выдерживает, но со временем не промокает. Это 20-30 минут. Ребенок играет, потом начинает промокать ткань. Внутри они утепленные. Я не скажу, что это флис. Ну, достаточно видит материал, даже не знаю, что это. Плюс резиночка. В принципе, вот этих вот перчаток. Фамилии было тоже 300 рублей по скидке. Но качество разительно лучше перчаток из гитарь. Вот такие вот шапочки. В принципе, для чего я заказывала эту шапку, я уже не знаю. Заказывала ее в конце зимы. Были скидки, может быть, это мне привезти. На самом деле, на сайте фотография была более яркая, более качественная, что ли. Даже не знаю, как сказать. Но выглядело она намного лучше именно на фотографии на сайте. Когда получила, была немножко расстроена. Шапка тонкая, хоть вязкая, есть подклад. Искусственный материал здесь. Мех, не мех, не могу сказать точно. На деле мы ее еще не пробовали, но она достаточно большая, в принципе. Лобик закрывать полностью для меня, это было важно. Ушки хорошо закрыты. Ну, в принципе, на небольшой минус эта шапка пойдет. Эту шапку мы уже опробовали, она осенняя, после первой стирки появились карточки. Но это, в принципе, шестиная вещь, вполне понятно. Вот такая вот небольшая закривочка. Детям она очень понравилась. Но единственное, что мне не понравилось, она колется. Дети носят ее из необходимости. То есть я одела, поговорили, да, успокоились, пошли оделись. Но, тем не менее, на прогулке я замечаю, что постоянно чушится лоб у ребенка. Больше мы ее не одеваем. Вязка здесь двойная, вот как вы видите. Достаточно плотная. Особенно внутренняя вязка плотная. Ветер не пропускает. Ну, конечно, была бы подкладка для сон. Хочу показать вот такой вот комбинезон. Это брала для старшего сына. Курточка идет с натуральным мехом. Очень мягкий. Казас он мерил. Он не хотел его снимать. Наполнитель идет пух. Левяжий пух. Он очень легкий. Реал водонепроницаемый. От ветра он тоже хорошо защищает, не пробывает. И, как было написано на сайте, для русской зимы, в принципе, там так и было написано. Минус 30 градусов выдерживает. Естественно, в такую погоду мы навряд ли будем здесь не пулеть. Я детей вывожу в минус 22, это максимум. Но, тем не менее, решила взять попробовать. Уж очень красивый мне показался. Очень напоминает манклер. У них также используется вот такой вот блестящий верхний материал. Но цена в разы дешевле. Замки здесь используется металлический. Что меня порадовало. Кармашек, правда, один. И здесь еще два кармашка. Они не глубокие. Я не думаю, что ребенку особо удобно будет. Особенно в перчатках, в ручку петать. Вот, везде встать плейлы. То есть, это фирменный комбинезайчик. Брючки, что мне понравилось. Очень легкие, хоть и объемные. Сын, конечно, оделся. Ничего не много было скованности. Но, когда походил немножко, понял, что вот эта вот вся объемность. Одно ничуть не сковывает движение, иначе спокойно не умеет бегать и резвиться. Что для меня еще важно оказалось, это то, что можно регулировать длинную лямок. Без всяких регуляторов, как на обычных комбинезонах, которые надо либо открывать, вытаскивать хлястик, за него другую. Здесь две кнопочки. Спокойно. Либо меньше, либо больше. Вот, то же самое и здесь. Вот, комбинезон также наполнитель в пух для вяжей. Вот, на ребенке смотрится просто шикарно. Это такие маленькие джентльмены. Вот эта вот опушка натуральная. Ну, не очень понравилась. Как девочкам, так и мальчикам она может. Продолжая тему зимы, хочу показать, какие мы взяли сапушки на зиму. Это для старшего сына. Они недавно только пришли, доставка была около двух месяцев, достаточно долго, я уже начала переживать. Так вот, водонепроницаемые, грязи отталкивающие. То есть, вся грязь, вся слякость, которая будет осень-зима, тряпочкой притерли, ничего стирать, отмывать не надо. Для меня это важно. Вот, здесь использована искусственная замша. Я, конечно, любитель натурального, но не замши. У меня было несколько вещей. С ними очень хлопотно, особенно с зимними вещами или обувью. С натуральной замши. Это специальные средства покупать. Ливады, в техническую. Искусственная замша использована намного легче. То есть, даже если она загрязнилась, влажной тряпочкой протерла, она высохла, все. Снова появляется ворс. Все красиво. Кроме того, для меня очень важно при выборе обуви, чтобы здесь полностью открывался носок. У детей высокий подъем, обувь на них, где очень тяжело. Вот, здесь ребенок полностью протартует ложку и уже регулируется по его подъему, вот эти защелки. Чтобы не было проблем с хрестиком, здесь идет ограничитель липучкой. Он уже дальше не пройдет. Этого места хватает, чтобы полностью закрыть, чтобы полностью ложка пролезла. Наполнитель внутри натуральный. Сверху обшит флисом. Он очень теплый, даже в руку, когда засовываешь, руки становятся достаточно горячие. Я попросила сына померить. Так вот, сын одел, минут пять побыл в этих кроссовках, пока сам в зеркало посмотрел. Ножку сняли, ножка была очень горячая, то есть они греют очень хорошо. Для меня это очень важно, потому что зимой мальчишки гуляют достаточно долго по снегу, чтобы ножки не замерзали. Плюс очень толстая подошва, примерно два с половиной сантиметра. У меня абсолютно все острые вот эти вот ботинки. Я не первый раз уже покупаю детям, обувь мне все равно страшновато, потому что стараюсь немного брать на вырос, чтобы если эта семья маломерка, все равно обувь подошла. Так вот, полностью соответствуют размерные сетки. И повторюсь, для меня важно, чтобы был именно высокий подъем, и качественная. Те, кто боится еще заказывать на Алиэкспресс, не бойтесь, просто подбирайте, делайте, снимайте мерки с ребенка. Это обязательно. Читайте отзывы, обычно во всех магазинах есть отзывы, и по ним можно определить, маломерка или не маломерка одежды идет. Вот, в принципе, цена, как я говорила, в картинке, она отличается в лучшую сторону от тех цен, что в детских магазинах, а в России, в Москве. Дожидаться скидок, когда начнется сезон скидок, не всегда получается, потому что одежда, в принципе, нужна в начале сезона, а не тогда, когда уже сезон подходит, начинать с распродажей. В Китае же я заказываю заранее, за месяц, полтора, потому что знаю, что посылка может задержаться. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok